Слушай, я хочу купить вот это и вот это. Как тебе? Так себе, если честно. Это что? Это лидеры продаж. И что? Это знак качества? Слушай, ну мы все прислушиваемся к лидерам общественного мнения, покупаем билеты в кино на фильмы, лидера проката, ну и в магазине не можем пройти мимо метки хит-продаж. Как попасть в список лидеров и всегда ли нужно следовать эталонам? Разберем сегодня в программе. Сегодня в программе НЛП ищем лидеров в толпе, в потенциально опасной ситуации и среди детей. Может я лучше знаю? Нет. Нет? А кто лучше знает? Нет. Распознать лидеров и развить в себе лидерские качества нам помогут эксперты. Мзия Купарашвили, доктор философских наук, может отличить настоящего лидера от самозванца по чертам лица. Алексей Римыга, общественный лидер, организатор молодежных дебатов, уверен, что быть лидером не бонус, а крест. Наталья Дружина, психолог, расскажет и покажет, какие ошибки совершают родители, воспитывая маленьких лидеров. Нас всех призывают стремиться к лидерству с самого детства. Учиться на отлично, побеждать в соревнованиях, не идти за толпой и так далее. Но при этом родители порой и слышать не хотят, что быть лидером дано далеко не всем. Да и смысла в этом особого нет, в конце концов. Ведь если все станут лидерами, то получится ситуация, как в известной басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Уважаемый эксперт, скажите, быть лидером – это врожденное качество или все-таки навык? Можно. Кого угодно сделать лидером. Но только если естественный лидер имеет еще подготовку, это лидер настоящий с точки зрения социума. А так, да, можно и крокодила научить танцевать. Алексей, вы согласны? А вот я не согласен как раз таки, потому что… Ну, я согласен на 50%, я скажу так. Потому что то лидерство, которому можно научить, да, это лидерство, но, наверное, это такое управленство, да, в большей степени. А все-таки лидер, мне кажется, что это не только управленец, это еще, как вы сказали, естественный некий лидер, да, то есть который в определенной среде наиболее органично, да, там, может себя проявить. Наталья, а вот Алексей сказал про некие характеристики лидера. Что это за характеристики? Человек может обладать вот этими качествами, быть ответственным, быть общительным, быть там смелым, но не факт, что он будет лидером. Но при этом не быть лидером, да? Да, то есть вот тоже я говорю о том, что… А что же тогда нужно? Во-первых, я думаю, все начинается с какого-то внутреннего состояния. То есть в первую очередь лидер – это именно состояние лидера, это мыслить как лидер, это, собственно, бытьем. Ну и в моем понимании то, что лидер – это тот, кто что-то людям может дать. Думаю, пора поэкспериментировать, как выглядит лидер, что и как он говорит. И как в любом коллективе вычислить за водилу, мы выяснили в нашем первом эксперименте. Кто такой лидер и чем отличается от остальных? Как выявить лидера в толпе? Психологи утверждают, что очень просто. Нужно дать группе коллективное задание. Кто автоматически возьмет на себя координацию действий, тот и лидер. Сейчас я попрошу вас построиться по росту. Постройтесь по алфавиту, фамилии. А теперь по цвету волос, от светлого к темному. Ксения спрашивает имена и фамилии других участников эксперимента, перепроверяет размеры, просит ошибившихся поменять дислокацию. Без сомнений, в этой группе лидер она. Мы выявим еще четырех человек с лидерскими задатками и посмотрим, есть ли у них что-то общее. Моя просьба построиться по росту. По размеру обуви. Постройтесь по алфавиту. Я имею в виду ваши фамилии. А теперь по цвету носков, от темного к светлому. В некоторых случаях лидеры выдавали себя еще до начала эксперимента. Они много и громко говорили, задавали вопросы и руководили даже тем, кто и как должен войти в студию. Такими явными публичными лидерами стали Кирилл и Светлана. А вот Владимир и Ксения брали на себя руководство скорее нехотя, потому что ну кто-то же должен это делать. И еще интересная деталь. В строю лидеры всегда занимали место либо с краю, либо точно посередине. Светлана, Кирилл, вы действительно лидеры, мы не ошиблись? Отчасти, возможно, не знаю. Просто это зависит в основном от ситуации какой-то, когда нет людей, которые проявляют лидерские качества. А все-таки ты думаешь, ну ладно, тогда проявлю я. Кто, если не я, да, получается? Ну а вы, Кирилл, любите руководить, командовать? Вообще нет, я вообще по натуре не лидер. Я не знаю, как так получилось, что я оказался здесь. Да, совершенно случайно получилось. Алексей подтвердит. Во время его дебатных турниров я вообще как бы, меня практически не видно. Что здесь произошло? Люди новые, интересные, как-то вот просто захотелось выделиться. Просто сейчас, на данный момент, я являюсь бойцом студенческих отрядов, проводников, и в нем я комиссар, то есть командный состав отряда. Поэтому в любом случае приходится как-то регулировать процесс и быть в управляемой системе, а не быть. Вам это нравится? Да, мне это нравится. А можно я спрошу у нее? А вам верят, когда вы говорите? Ваше предложение проходит? С вами собираются, замалкивают, когда вы говорите? Отчасти, ну нет, не всегда такое бывает. А есть еще кто-то, кого больше слушают? Просто ради интереса, не потому что подчиняются, а слушают. Да, есть. То есть, возможно, я лидер, точнее сказать, в своем студенческом отряде, я лидер формально. Организаторно. А не лидер. Не лидер. Расскажите нам поподробнее о типологии лидерства. Какие они бывают? Ну вот основное, которое обозначили, это лидер формальный и неформальный. У каждого человека есть какая-то своя сильная сторона. То есть, например, кто-то очень умный, и я ему верю с позиции знаний. То есть, я ему настолько доверяю, что он скажет, и я поверю, что, например, 2 плюс 2 равно 5. То есть, ну, человек настолько для меня авторитетен в этом. Есть эмоциональная... Но если этот же человек поведет на амбразур, и за ним не пойдут. Правильно? Ему доверяют только вопросы. Он просто будет свои методы использовать. Он сможет вас логически убедить, что вот сейчас вы... То есть, задавит своими знаниями. Есть эмоциональные лидеры, с которым, как я говорила, нравится общаться людям, хочется его внимания. И они очень многое будут делать в угоду ему, то есть, чтобы получить одобрение со стороны его. Там даже есть такое понятие фигуры отца. То есть, иногда в лидерах ищут такого вот скрытого отца, который бы там приголубил. Но это только к формальним. Лидер человек, первое, обладает сугестивными способностями, да? Убедить, внушить внутри, откуда сугестивность появляется на лице. Потому что вы, человек, в свое время стали конгруентным. И вы просто конгруентная личность. То есть, согласованная, да? Мы состоим из массы субличностей. И если они хорошо согласованы, когда ее слушают, это означает только одно, что у нее сугестивность и конгруентная выступает на лице. Вот она сейчас этим заинтересована. Все ее субличности над этим работают. И она выдает очень цельные, очень точные, не в брово, а в глаз суждения. И ей верят. Не она определяет, насколько лидер. Это ее определяет публика, потому что видят у нее на лице. А на лице или он конгруентен, или не конгруентен. Алексей у нас много общается с молодыми лидерами по долгу службы, да? Вы можете при первом общении понять, как далеко человек пойдет? Ну, наверное, в большинстве случаев да. Это какой-то огонь в глазах, я это так называю. Возможно, это харизма, возможно, это как-то иначе можно называть. Это и конгруентен. Да, то есть могу человека увидеть один раз, пообщаться с ним минут, но я точно знаю, что мы с ним будем работать в ближайшие несколько лет, потому что просто что-то цепляет. Очень часто как раз-таки на мероприятиях видишь лидеров, которые такие искусственные, которые хотят быть лидерами с точки зрения власти, которая у них есть, условно говоря, инструментов, которые им дадут, но они никогда не будут нести ответственность. Это не лидер для меня. То есть это вот человек, который хочет быть лидером. Ему нравятся атрибуты лидерства, но на самом деле как бы лидерство – это такой крест, условно, да, потому что это всегда необходимость 24 на 7 нести ответственность за то, что ты делаешь, а уметь делегировать, то есть лидер, который не может делегировать свои функции кому-то, это тоже не лидер, потому что это человек, который настолько зациклен на собственном лидерстве, что он не сможет продвигать дальше коллектив. Ну и третий момент – человек лидер, он может выстроить коммуникацию абсолютно в любой среде. Экстерьер лидерства. Он абсолютно точно его нарисовал. Мы остановились на том, что лидер – лидеру рознь. Вот скажите, пожалуйста, что заставляет людей идти за отрицательными лидерами? Ну, давайте возьмем какой-нибудь самый яркий образ исторический, там, Адольф Гитлер. Вот что? Каким образом несостоявшийся художник с трудной судьбой смог повести за собой миллионы? Он и был конгруентен. Ему не надо было с собой бороться. Он был внутри себя так согласованный, что он выдавал не просто приказы и указы. Вот эти простые слова, что надо работать, что надо трудиться, что надо любить Родину. Так это же простые слова. Но как он их произносил? Харизматичность и рождается как раз в это время. Даже умеренный жулик, коим был Астап Бендер, может завоевать симпатию миллионов. Почему? Потому что он себе верит, когда он говорит об этом. Вот, кстати, если об этом говорить, я читала, что многие известные лидеры имели физические недостатки, или, может быть, лучше сказать, особенности. Вот Сталин был маленького роста, да, и, насколько я знаю, у него одна рука была короче другой, поэтому он одному всегда не приятел. У Петра Первого была, неестественно, маленькая голова для его телосложения. И так далее, и тому подобное. То есть действительно ли лидеры даже внешне отличаются от других? Я не думаю, есть очень красивые лидеры. Зачем же так? Я считаю, что у каждого великого человека есть великая травма какая-то. Другое дело, что одно дело, когда эта травма, она какая-то внешняя, и это, на самом деле, ну, наверное, притянуто больше за уши. Вот, какая-то трагедия, в трагедию я в большей степени поверю. У хэдхантеров есть целые схемы, по которым они выявляют лидеров. Ведь крупным корпорациям нужен не просто человек с лидерскими задатками, а настоящий руководитель, способный не потерять хладнокровие абсолютно в любой ситуации. Мы взяли эти тесты за основу и применили их на тех лидерах, которых мы выявили в результате нашего первого эксперимента. Вот кто сдал свои позиции, а кто подтвердил свое лидерство, смотрим. В этом эксперименте мы задались целью выявить абсолютного лидера. Мне очень страшно. Пятеро испытуемых, которые продемонстрировали свои лидерские качества ранее, теперь должны будут их подтвердить. Ты в багажнике каталась? А, не надо! Да шучу, шучу. Девушки реагируют эмоционально и, кажется, немного напуганные. Почему вы со мной не разговариваете? Я сейчас никому не говорю, куда он пошел. Конечно нет. Я же знаю, чем заканчивается эксперимент. Я смотрел фильм «Эксперимент». Все в конце умерли. Господи, что это? Сейчас свой подъем. Внимание. А, что это? Поднимайся, поднимайся. Аккуратно сейчас тут творожек. Что за решетки? А теперь можешь снимать повязку. Замечательно. Начало мне уже нравится. Вы знаете, где вы находитесь? Нет, конечно. Вы знаете, кто мы? Нет. Вы хотите отсюда выбраться? Мама дома ждет. Тогда удивите меня. Итак, кто из них истинный лидер? Удивите меня. Я не знаю, чем. Я тут останусь. Можно встать? Или нет? Большинство испытуемых, оказавшись в странной обстановке, начинают спрашивать нашего разрешения на любое действие. Что говорит о том, что они безоговорочно сдали свои лидерские позиции. Я могу руки вывернуть. Можно показать, как удивить вас этим? Мужчины разрешений не спрашивают, но и удивить нас им не удалось. Владимир заявил, что импровизация не его конек. А вот у Кирилла было несколько идей, которые он так и не решился довести до конца. Удивите меня. Чем же? Красивые глаза. А Кирилл, расскажите, пожалуйста, вы что хотели сделать? Во время этого эксперимента? Дело в том, что тут стоит вопрос Матио. А зачем мне вас удивлять? Вы рассказывали, что вы взяли этот кейс с... Это у хэдхантеров, которые набирают на работу менеджеров высшего звена. Ну вот люди приходят туда получить работу. Они заинтересованы в том, чтобы как-то себя проявить. Здесь же абсолютно ничего нет. Это абсолютно естественная реакция. Типа вот встать, выйти. В принципе, он мог сказать, слушай, какой ерундой ты занимаешься? Брось все, пошли в кафе посидим. Вот вы бы ее удивили. И это было бы, ну, как бы там, видите, там создали вам ситуацию, вам выйти надо оттуда. Там решетки, там свет и все такое. Ну, там можно было поиграть. Уделение в данном случае, твоя находчивость, оттуда выйти. А вот что скажет наш психолог? Наталья, скажите, какие реакции вам, может быть, понравились в нашем эксперименте? Эта фраза, удивите меня, то есть это как вызов, да, бросается. Есть большая категория людей, которые с вызовом сталкиваются, отказываются от вызова. Потому что, ну, такой, типа, ну, покажи, что ты себя представляешь, да, ты кто такой. Зачем мне доказывать, кто я такой, я-то знаю, вот. То, что в эксперименте показано было, у девушек увидела какую-то растерянность, вот тоже там, что происходит, да, вот такое. Зачем мне это? А Кирилл, конечно, мне кажется, использовал ситуацию, чтобы в чем-то показать себя, свои возможности. Но не в плане лидера, а в такого, в плане баловства. Давайте мы проверим, что сейчас будет, до какой, не знаю, границы я могу дойти, да. Скажите, Наталья, вот вы упомянули, что девочки растерялись больше, да. Я тоже это заметила, вот это видно было по реакциям. Как вы думаете, вопрос пола важен в вопросе лидерства? Да, важен, и важен, кто напротив вас сидит. Вот, я только хотела сказать. Последили бы там молодого человека, реакция была бы с точностью, да, наоборот. У мальчика? Да. А, девочек? Нет, у девочек, да, у них тоже была бы другая реакция. Не знаю, там, флирт включился бы какой-то, заигрывал. Это такое генетическое. Как у молодого человека включился моментально. Да, явления внутри происходят у человека. Кирилл, почему ты не рассказал, что ты хотел поцеловать ведущую? Там это и так было понятно. Вот если бы вы их похитили, действительно, и отвезли, они бы себя совершенно по-другому вели. То есть разговор в этом. А так как они знали, что там условно вы их снимаете, что это там эксперимент и так далее, и у них правильный вопрос мотивации еще. Если бы вы сказали, там, победитель получит, там, не знаю, 50 тысяч рублей, поверьте, люди были бы замотивированы. А то есть, когда человеку говорят, ну, удивить, и человек, ну, действительно, задает вопрос, а зачем? Но это в любом случае был бы не вопрос лидерских качеств, потому что лидерские качества проявляются именно в группе. Товарищи хэдхантеры, вы неправильно, неправильно выявляли своих лидеров. У хэдхантеров есть определенное требование к определенной должности, и когда они проводят эксперимент, они четко знают, что они хотят увидеть у своего человека, который проходит через это, и который способен вписаться в определенное место, в определенный коллектив. И при этом мы опять возвращаемся к тому, с чего, по сути, мы начинали, про то, что, да, вот то лидерство, условно, те лидеры, которых там ищут на хэдхантере, это все-таки искусственные лидеры, это управленство, называйте их как хотите. Понимаете, даже исходя из того, что, ну, когда человеку, там, с целью проверки лидерства говорят, удиви меня, лидер никогда не будет лидером. Ну, то есть, зачем он лидер, он не подчиняется никому совершенно. И наш следующий эксперимент – это практически остеровские вредные советы. Мы решили продемонстрировать, как делать ни в коем случае нельзя, особенно если у вашего ребенка имеются задатки лидера. Не пытайтесь повторить, а вот посмотреть, чтобы навсегда запомнить, как делать нельзя, стоит каждому педагогу и родителю. Внимание! Психологи утверждают, что все мы запрограммированы быть инициативными, творческими и яркими личностями. Однако в процессе воспитания часто от этих качеств мало что остается. Предлагаем вашему вниманию наглядную иллюстрацию того, как не нужно поступать с детьми. Вам теперь предстоит нарисовать счастье через те предметы или через те вещи и события, которые делают вас счастливыми. Задание предполагает большой простор для фантазии, и дети с удовольствием приступают к его выполнению. Но тут психолог начинает вмешиваться. Итак, первый прием, способный из лидера сделать тюфяка – медвежья помощь. Дима, давай я тебе помогу немножко. Ладно, у елки же ствол должен быть. Что еще у елки нарисуем? Ну, я уже и так справлюсь. Ты уверен, что справишься? Ну да, могу. Но мне так тебе помочь хочется. Ну давайте, за те иголки еще нарисуем. Хороший у тебя рисунок получается? Нравится? Ну, я здесь. Прием второй – сравнение. Никогда не сравнивайте ребенка с другими, если не хотите, чтобы он всю жизнь оглядывался на других. Смотри, какая крутая елка вообще у него, да? Давай прямо все такую же сделаем. Пойдем, попробуем. Ну, ты смотри, у него она же полностью зарисована, а у тебя здесь белого цвета много. Смотри, у него там еще красная звезда была. Где твоя звезда? Прием третий – игнорирование. Тут, кажется, все понятно. Пошли не я еще. Приду, посмотрим. Прием четвертый – давление. Макар, ты меня слышишь? Почему мы синим-то рисуем? Хочу. Давай возьмем зеленый. Возьмешь зеленый? Хорошо. А здание я хочу, чтобы оно было оранжевым. Так, может, давай еще что-нибудь потом черное добавим туда. Вот, по-моему, теперь у нас вообще крутой рисунок. У тебя как? Алма. Будешь дорисовывать? Не будешь дорисовывать? Все, закончили? Прием пятый – обесценивание. Возможно, самый суровый из всего арсенала. И реакция маленькой забавы это доказала. Точно бывают улыбающие цветочки? А баба говорит, что сказки – это правда. Да. Может, я лучше знаю? Нет. Нет? А кто лучше знает? Макар. Давай мы сделаем обычные цветочки. Давай. Забав, ты знаешь, мне все равно как-то наш рисунок с тобой не нравится. Мне нравится. Пусть так и становится, как я рисула. Ну… Закончим на этом. Сразу хочу сказать, что задатки лидеров в детях не пострадали. Во-первых, чтобы появился стойкий эффект, нужно повторять все то, что мы делали в эксперименте изо дня в день. Во-вторых, урок закончился позитивно, и мы разрешили детям сделать все то, что они сами хотели. Наталья, вы были непосредственным участником этого эксперимента. Скажите, пожалуйста, что мы наблюдали, какие реакции детей? Реакции были разные. Во-первых, детям не верили. Вот. Изначально, потому что мы расположили их ко мне, и у детей было сначала недоумение, что вообще происходит, да? Что с этим делать? То есть они вроде и старались меня слушать, но у каждого начинался какой-то свой протест. То есть это было, с одной стороны, соглашение, но потом там вот мальчик, которому я помогала, он свое начал же про верх моему рисовать. То есть из тихой цапы он себя отстоял. У кого-то… Ну, уши стали аж закрывать. Да. Девочка, которую я игнорировала, она начала это внимание со стороны других людей получать. То есть она там с одним познакомилась, с другим. У мальчика, который рисовал, он там очень упорно крышу синим цветом рисовал. Хотя я к этому синему цвету привязалась. Чем я больше привязывалась, тем он молчком, он больше этот синий цвет, да? То есть на самом деле, если дети вам постоянно сопротивляются, задумайтесь, почему, да, дети, родители сопротивляются. Значит, все время давление какое-то есть. Я еще пыталась показать, что очень часто мы делаем это с улыбкой, из каких-то благих намерений. То есть родители, они со зла так поступают, им действительно кажется, что они действуют во благо ребенка. А иногда просто даже не думают об этом. А вот скажите, пожалуйста, вся наша система образования нацелена на какие-то стандартные… Сейчас вы будете больным нам, да? Ну вот получается, вся наша система образования убивает лидеров, заставляя рисовать одинаковые цветочки. Одинаковые результаты выдавать, по всем предметам желательно. Скорее убивает индивидуальность человека. А это не связано разве индивидуальность с людьми? А я про свободу бы поговорил, а не про индивидуальность. Потому что, ну, там самые лучшие школы, опять же, ну, там есть какие-то исследования, да, там это в Скандинавии, в Финляндии там считается одна из самых лучших систем образования. Советское у них образование. Да, они взяли нашу советскую систему, они методики отсюда списали, они приглашали преподавателей, они купили методики. И у них сейчас все советское, и они об этом кричат на каждом симпозиуме. Советская система образования хороша для воспитания лидеров? Конечно. Первое, они очень много знали. Тамошний троечник сейчас, наверное, на семерках может только считаться, что они получать смогли только семерки. Потому что сегодня у нас вообще никакого образования в этом смысле нет. Второе, они обязаны были принимать самостоятельные решения, даже во время учебы. Штепсели у вас есть, туда кто-нибудь пальцы сует, сует, вы абсолютно свободны туда совать пальцы. И никто этого не делает. Почему? Вы свободны по отношению к этой вещи. Советское образование было вот такое. Светлана Кирилла, вы действительно не сталкивались ни с чем, вот из того, что мы проиллюстрировали, из того, что сейчас Наталья рассказала? Нет, мне всегда давали абсолютную свободу. Я у мамы в паспорте рисовала, но она меня за это не наругала. Это круче, конечно. Кирилл? Бывали ситуации, что ребенок на улице просто пьет водичку, а мама его торопит, давай быстрее, вот прям запретить. Что-то так, что он пролил на себя это, и она начинает его ругать. Вот что-то облился. Еще за то, чтобы облился. Начинает, знаете, поговорить, да это ты меня толкала, вот поэтому я пролился. Понимаете, он становится человеком толпы. Он становится человеком маленьким. Что я могу сделать? А как это возможно? Пусть решает другой. Он лучше знает. Это всегда комплекс маленького человека. И это вот прямо настойчиво вырабатывают именно родители. Он должен, ребенок должен быть свободным. Надо взять это на заметку. Зачем тебе это? Лидерство далеко не всегда бонус. Гораздо чаще это ответственность, ограничение свободы и стресс. Ну, с этими проблемами поможет справиться наша программа НЛП. Нестандартная, легко о психологии. Включайте телеканал продвижения каждую среду вечером. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова